Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала SmartphoneChina. Сегодня у нас посылочка из Китая, которая имеет отношение к ремонту. Давно у нас не было видео по ремонту, будем считать, что это не распаковка, а видео по ремонту. Не секрет для вас, наверное, для всех то, что периодически у нас какие-то вещи выходят из строя в наших гаджетах и запчасти здесь у нас стоит достаточно дорого. Вот в данном случае у нас пришла нам клавиатура для ноутбука. У моей уважаемой тещи вышла из строя в ее ноутбуке клавиатура. И вот мы заказали, потому что здесь у нас запросили за новую, по-моему, две тысячи, за бушную 1200, а стоила она 900 рублей из Китая. Это у нас клавиатура для ноутбука e-Machines, подходит на многие модели Acer, но это вообще Acer контора. e-Machines тоже имеет вот такую маркировочку, сейчас посмотрим. Маркировочка вот такая вот. Модельки, на которой она идет, я укажу в описании. В данном случае это на e-Machines G730G, по-моему. 17-дюймовый ноутбук. Да, вот замечательно, совершенно новая клавиатура. Стоит, в общем-то, очень приемлемо. Ну, один минус. Долго шла достаточно. Ну, в общем-то, продолжение этого видео я, наверное, вам чуть позже сниму, как я ее буду ставить уже на сам ноутбук. Тут, в общем-то, ничего сложного нету. Укажу заодно, как снимать и ставить эту клавиатуру. Ну, вот, собственно, друзья, наш герой, которому мы сегодня будем делать операцию по смене клавиатуры. Вот видите, e-Machines G730G. И сначала нам нужно ее демонтировать. Значит, смотрим, у нас здесь по периметру, вот в этой части и в этой, есть защелочки небольшие, которые нужно аккуратненько, инструментом, ну, или можно чем-нибудь, отверточкой какой-нибудь, отжимая, вот так приподнимать. Достаточно хорошо отщелкиваются. Ничего сложного в этом нет. Главное, не торопитесь. Вот они нажали, она отходит. Их видно. Да, здесь вот тоже они фиксировались. В общем-то, все. Клавиатура вынимается, но аккуратненько. Здесь у нас разъем, да, видим. Давайте разъем отщелкиваем. Клавиатуру вынули. Вот наша клавиатура старая. Так, маркировка она у нас имеет, на всякий случай показываю, вот такую. И вот наша клавиатура новая. Маркировка она у нас имеет вот такую. Так, похоже? Похоже. Так, шлейф теперь нам нужно как-то немножко подзагнуть, потому что там у нас он проходит через какой-то под чем-то проходит. Так, ну мы сейчас немножко предварительно примерили. Сейчас мы его так. Так, 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 так. Вот так старый у нас. Соответственно, шлейф вот так. Здесь как-то вот как-то так все сделано. Флекс надо небольшой тут нарулить. Чуть-чуть. Прижмем. Так. Вот под был, что просунут. Да, тут не суть важна. Вот или надо. Главное аккуратно его завести. Так, шлейф завели. Вот так вот. Жестоко уж не будем. Сейчас мы его надо его опустить. Так, сейчас я гляну, как он там себя ведет. Понятно. Ведет он себя нормально. Теперь смотрим вроде бы все ровно. Давайте ее аккуратненько клавиатурку защелкивать. Вот мы ее защелкнули. Новую нашу клавиатуру. Вроде бы все по периметру. И включаем. Если мы все сделали правильно, то у нас все должно работать. Шлейф тут немножечко топорчится. Я его не стал наглухо сжимать. Он сам по себе место найдет потом. Я думаю, все будет хорошо. Грузится ноут. Ну, хорошая, так сказать, весть. Клавиатура, похоже, работает. Здесь вот что-то у нас не да. Щелкнулся. Тут у нас есть защелка тоже, да. Ну что, вроде бы села. Ну что же, давайте посмотрим, где нужна новая. Вот. Ну что же. Проверяем клавиши наши. Ну что, друзья, видим, у нас все клавиши вроде бы работают. Цифровые тоже. Плюсы и минусы. Стрелочки. Ну, в общем, все в порядке. Будем считать, что замена произошла удачно. Закрываем. Нет. Все закрыть. Функциональные тоже у нас работают. Должны, по крайней мере, да. ФН. В общем, работает вся клавиатура. Немножечко она чуть-чуть волной. Но это потому, что там шлейфик пока еще топорщится. А так, в принципе, вот. В общем-то, и все. Довольно-таки просто, быстро. Главное, не торопиться. Ну и, в общем-то, все у вас получится. Ну, на этом, наверное, все. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока.